Пенсионная фонда Да, с 1 февраля этого года мы проиндексировали все наши страховые пенсии на 5,4%. Индексация пенсии коснулась только неработающих пенсионеров. То есть те пенсионеры, которые на 1 февраля у нас были работающими, индексации не подлежат. То есть мы им размер пенсии проиндексировали, но просто в повышенном размере выплаты не будет. То есть она будет в прежнем, то есть та, которая была в январе. А когда человек прекратит трудовую деятельность, тогда он будет получать уже пенсию с учетом этой индексации. Вот как считаете, 5,4% насколько это существенно? Средний размер пенсии у нас по области сегодня в пределах, страховой пенсии, в пределах 12 тысяч рублей. То есть если мы умножим на 5,4%, это где-то 650 рублей. То есть средний размер пенсии. То есть она с 12 тысяч будет 12 тысяч 650. Ну, соответственно, у каждого пенсионера пенсия своя. То есть у кого-то она бывает 17 тысяч, у кого-то она есть только 8 тысяч, у кого-то 10, у кого-то 12 тысяч есть. Потом у каждого уровень индексации или сумма индексации будет разная. 1 февраля 2017 года произошла индексация. До этого, когда происходила подобная? Ну, мы с удовольствием выплатили в течение января 5 тысяч. Каждому пенсионеру, независимо от того, работающему или не работающему, это была единовременная выплата взамен потерянной недоиндексации, которая была не полностью приведена нами в 2016 году. Потому что индексация пенсии с 1 февраля осуществляется на уровень инфляции, который сложился по предыдущему году. А в 2015 году уровень инфляции был 12,8%, а проиндексированную пенсию всего на 4%. Поэтому было принято решение в конце года 2016 все-таки каким-то образом компенсировать потерю пенсионного обеспечения граждан. И было принято вот это решение. И мы в январе всем нашим пенсионерам, независимо от того, работающие они или не работающие, выплатили эти 5 тысяч рублей. Ну вот с 1 февраля опять вернулись в прежнюю схеме, то есть индексировать пенсии на уровень сложившей инфляции по предыдущему году. Ну статистика посчитала, что инфляция или рост цен по итогам 2016 года он сложился 5,4%. Вот на этот индекс мы и проиндексировали с 1 февраля. Пенсии это так называемые трудовые пенсии, страховые. Но у нас есть категория людей, которые получают пенсию, так называемые, по государственному пенсионному обеспечению. Это люди, которые не имеют трудового стажа и у них нет ни заработка, ни стажа. Это граждане, которые являются инвалидами 1, 2, 3 групп и тоже у них нет стажа. Это учителя, врачи, которые ушли на так называемую пенсию по выслуге лет. И, исходя из этого, мы им с 1 апреля проиндексируем пенсии на уровень роста прожиточного минимума пенсионера. Но будет принято постановление, соответствующее правительству. И мы тогда с 1 апреля этой категории пенсионеров тоже проиндексируем пенсии. То есть в планах все это есть? Да. Ну и а что касается работающих пенсионеров, потому что они как бы индексации не подлежат, кроме пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Основная категория получателей пенсии нашей Рязанской области – это именно неработающие пенсионеры и которые имеют страховую пенсию. Если 386 тысяч пенсионеров мы обслуживаем сегодня по области, то из них 343 тысяч – это пенсионеры, которые получают страховую пенсию и которые подлежат индексации с 1 февраля. Но вот среди них из этих 343 тысяч человек в пределах 80 тысяч являются работающими. Этой категории работающих 80 тысяч пенсионеров мы им увеличим их пенсионное обеспечение с 1 августа. Так называемая корректировка страховой пенсии по итогам поступивших страховых взносов в 2016 году. То есть есть вот такие, бывает, но не связаны ведь, они были приняты, эти изменения в законодательстве, именно с ухудшением экономической ситуации. В общем, сложно все у вас. Ну, в принципе, восприять сложно, но когда все на бумаге, все вроде бы стало понятно. Вот, кстати, насчет упрощения жизни вообще. Вот сейчас очень у нас популярно многие вещи делать дистанционно. Да, например, вот существует сайт Госуслуг, портал Госуслуг. Вот в плане пенсионного фонда прогресс здесь как-то вот имеет место быть? Ну, конечно, ведь пенсионный фонд в нашей стране лежит впереди планеты всей. Даже так. И все, что новшество мы стараемся именно внедрить для того, чтобы повысить качество обслуживания наших пенсионеров, и не только пенсионеров, но и всего населения. Потому что практически система пенсионного фонда сегодня база и по пенсионерам, и по гражданам, которым мы присваиваем так называемый страховой номер в пенсионном страховании. И по этому СНИЛСу уже идет вся обработка, предоставление Госуслуг и так далее. И все сервисы, которые сегодня можно предоставить в электронном виде, мы их предоставляем. У нас и через портал Госуслуг можно получить, мы предоставляем услуги, это подача заявлений на назначение пенсии, это подача заявлений на получение материнского семейного сертификата, это заявление на использование средств по материнскому семейному капиталу, это способ доставки пенсии или через почту, или через кредитные учреждения. И также у нас имеется, кроме портала Госуслуг, еще так называемый личный кабинет застрахованного лица. В этом личном кабинете там тоже большой перечень услуг, которые мы можем предоставить. Ну и не очень сложно это все, так сказать, освоить и пользоваться, со всеми этими нашими услугами, не выходя, так сказать, из своего дома или из своей квартиры. А вот в электронном для этого пенсионный фонд сегодня получил право удостоверяющего центра, где гражданин может прийти к нам в пенсионный фонд с паспортом и страховым свидетельством пенсионного обеспечения, написать соответствующее заявление, и мы его зарегистрируем и на портале Госуслуг, и в нашем личном кабинете. А далее он уже может, имея, так сказать, право доступа на портал Госуслуг, входить в Госуслуги других ведомств по межведомственным взаимодействиям. Ну, кстати, людям, которым, казалось бы, или там на самом деле до пенсии еще далеко, очень далеко, надо как-то контролировать свое накопление? Вообще, готовиться к пенсии надо с молодым, как говорили. Честь надо беречь с молодым. А здесь вот готовиться к пенсии надо с молодым и действительно знать механизмы, от чего зависит пенсия. Ну, то есть она прежде всего зависит от уровня оплаты труда, от стажа, и главное дело, от добросовестности того работодателя, где вы работаете. Потому что если он не своевременно и не в полном объеме читает страховые взносы, потом пострадаете вы, как будущий пенсионер. И сегодня у граждан ведь два вида пенсии – страховая пенсия и накопительная. Вот то, что касается страховой пенсии, здесь как бы деньги, они сегодня пришли в пенсионный фонд, и завтра они ушли уже на выплату пенсии. А вот что касается накопительной пенсии, то здесь природа этих денег несколько иная. Да, работодатель их начислил, перечислил в пенсионный фонд, но на выплату пенсии они не идут. Они ждут, когда гражданин или владелец этих денег пойдет на пенсию сам. А до этого эти деньги находятся в процессе инвестирования или в государственные управляющие компании, или в негосударственные управляющие компании, или в каком-то негосударственном пенсионном фонде. А вот где эти деньги должны инвестироваться, так вот решает сам гражданин. Если он в пенсионный фонд никаких заявлений не написал, Тогда по умолчанию они инвестируются в государственную управляющую компанию, а сегодня это в Нешэкономбанк. А вот если он напишет соответствующее заявление и оформит договор с НПФ, тогда мы его пенсионные накопления для инвестирования переведем туда, с кем он заключил соответствующий договор. Спасибо, Геннадий Васильевич, огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Геннадий Пашин, управляющий областным отделением пенсионного фонда. Это программа «Городские встречи». Увидимся.